Здравствуйте, я Волков Егор, живу в Эфире, увлекаюсь краеведением и видеосъемкой, изучаю эстонические книги, учу Эстонию России. Особенно в Эстонии нашего Отечества мне интересен период Великой Отечественной войны, так как в ней принимало участие трое моих прадедов. А моя бабушка рассказывала мне про голодные военные и послевоенные годы. Я искренне считаю, что мы должны помнить о подвигах наших прадедов, о крови и жертвах, которые участники тех событий принесли за великую победу России. По моему мнению, память об их героическом прошлом – самая лучшая победа России. Ведь обычные воины-крестьяне, прошедшие все войны в окопах или на линии фронта и есть главные герои. Во время поиска информации о моих прадедах и других родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, я провел исследование в Центральном архиве Министерства обороны, в архиве военно-медицинских документов Военно-Истонического архива. Также я провел поиск на портале «Память народа». Мой прадед, Волков Федор Никифорович, был призван на фронт в первый же день войны, 22 июня 1941 года. Сын участника Первой мировой войны, внук участника Гражданской войны, Федор Волков всем сердцем ненавидел фашистскую Германию, где в плену в Первую мировую войну несколько лет провел его отец. Мой прадед воевал в самые тяжелые годы войны, с 1941 по 1943 год. Несколько недель он пробыл в фашистском плену, после храбро бежал из него в 1943 году. В начале октября 1943 года Федор Никифорович Волков принесел на службу в 171-й гвардейский стримковый полк Ордена Суворова Третьей степени. Я провел поиск и обнаружил подтверждающие документы, журналы, дневники, которые подтверждали участие 171-го гвардейского полка в боевых действиях. Федор Никифорович Волков принимал участие в городокской наступательной операции с 13 по 31 декабря 1943 года. Городокская наступательная операция проходилась в Беларуси. Последний бой моего прадеда во время городокской наступательной операции происходил в 4 утра 20 декабря 1943 года. На данной фотографии сбоку мы видим три батальона 171-го гвардейского стрелкового полка. Однополчане моего прадеда после его тяжелого ранения продолжили успешно начатое наступление. 24 декабря 171-й полк провел штурм и освобождение города-городок Витебской области Белорусской ССР, важного опорного оборонительного пункта немецко-фашистских войск. После этого боя он стал инвалидом. К концу войны, перебираясь от одного госпиталя к другому, он в итоге вылечился и когда война закончилась отправился домой. В результате исследования получены важные количественные и качественные результаты. Найдены более 460 листов документов о ежедневном боевом пути 171-го гвардейского полка. Благодаря проведенному исследованию, на примере моих прадедов, я смог почувствовать на себе все те трудности, которые пришлось пережить участникам тех событий. Работа с историческими документами позволяет сохранить память о простых солдатах, героях войны, сведений о которых все меньше, и их труднее найти. Найденные документы имеют большую ценность для моей семьи, ведь по ним можно изучать Эстонию и понять, какой важный вклад несли наши прадеды в защите нашего Отечества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok